Итак, друзья, мы сегодня с вами находимся на 10-й Мишне 3-й главы Бавакама. И сегодня речь пойдет про различия. Сегодня очень насыщенная Мишна. Много интересных законов. Поговорим про различия, которые есть между ущербом, который наносит человек непосредственно сам, и между, когда ущерб нанесен его имуществом, например, его быком. Да, так говорит Мишна так. Бывают случаи, когда человек будет отвечать за ущерб, нанесенный своим быком, но если он сделает то же самое сам, он будет освобожден от выплаты ущерба. То же самое, если он сделает сам, он будет освобожден. А бывает, что когда, наоборот, его бык совершит это действие, он будет свободен от выплаты. Но если бы он сделал это действие сам, он таки будет, Хаяв, обязан, да, в выплате ущерба за это действие. Кейцад. Окей. Каким образом? Давайте разбирать. Шурош и бьеш. Патур. Да, мы знаем, что когда человек наносит кому-то, не знаю, как мы сказали, да, наносит кому-то увечья, урон, так помимо того, что он платит ему за нанесенный ущерб, он еще платит ему кучу всего разного. Да, например, душа. Это оскорбление. Я, например, мог дать тебе при всех пощечину. У тебя не осталось там кровоточащей раны, не нужно накладывать гипс. Да вообще все прошло. Но это было очень... Пощательно. Это было очень унизительно. И поэтому, да, мы оцениваем не только, да, нанесенный ущерб, но, например, да, кому ты дал пощечину, при ком ты дал пощечину, как это было, да, даже внутренней стороной руки или внешней. За внешнюю сторону руки там больше ты платишь, да, чем за внутреннюю. То есть каждый элемент высчитывается, имеет значение. Да, да, да. Это называется моральный ущерб, правильно? Моральный ущерб, да, можно так сказать. Так вот, если бык кого-то унизил, да, мой бык за кем-то погнался, и тот человек там смешно упал или как-то, да, получилось, что все над ним смеялись, потур. Я не буду платить за бушу, за унижение. Да, хусьмей. Я буду платить только за непосредственный ущерб. Он тебя ударил, да, ты там поцарапался, там, вот я что-то сделал, вот за это я заплачу. А то, что все при этом смеялись, как бы, ну что я могу сделать, да, за быка... Ваше нормальное получать в этом? Не-не, да, если бык... Когда смеешься за человека, да, во что он не считается в этом случае? Нельзя, нельзя, надо стараться не смеяться, но там была куча народу, да, и дети, и просто истерика была у всех. Но так или иначе. Как мы учили. Вот строгость, которая есть у человека над быком. Что человек, помимо ущерба, он еще платит за страдания причиненные. То есть, да, не только за сколько упала моя цена, если бы я был на рынке рабов, ты выбил мне там, да, глаз. Это один из видов платежей. Ты это точно заплатишь. Второе, еще за причиненную боль. Я был не под наркозом, мне было очень больно, это отдельное. Репуй за лечение. Все, что мне теперь нужно пройти лечение, все счета приходят тебе. Шевет, это простой. Я все это время не мог ходить на работу и не зарабатывал там обычные там деньги, которые я зарабатываю. Ты должен все это возмещать, точнее платить за время, что я сижу дома. Бошет, и, конечно же, стыд, про который мы сейчас сказали, да, но шор эйномэш лэмэленезик. Но если твой бык нанес кому-то увечья, да, то все эти вещи, они неприменимы, а только непосредственно сам ущерб ты не будешь платить больше, чем то, что бык нанес именно увечья кому-то. Твой. Откуда мы это знаем? Потому что написано в Торе, и если человек оставит изъян на ближнем своем. Да, и учат сюда мудрецы. Иш ба а мито. То есть именно человек оставит, да, вело шор ба а мито. А не бык, да, а не бык, который у тебя есть. Есть, спасибо. Вегу шабиеш хая. Окей, это был первый случай. То есть видите, как интересно. Получается, если бы это, да, если это сделает бык, ты свободен, если да, отбошь это. А если бы ты это сделал сам, то ты платил бы за это. Но если человек сам кого-то, кому-то, да, бьешь, кого-то унизит, оскорбит, объясняется в Талмуде. Почему именно про бошит? То есть мы сказали, что столько всего есть. Да, когда человек бьет другого, у него есть репуй, и лечение, и простой, и страдание. Почему Мишла говорит именно про бошит? Про стыд? Потому что, чтобы научить нас, потому что ты мог бы подумать, смотрите, говорит, бык хотел просто навредить. Да, вот что-то ему не понравилось, он побежал, хотел забодать. Он не планировал человека оскорблять. Также и человек в момент гнева, он хотел ему врезать, он не хотел его еще и как-то оскорблять. Тем не менее, человек все равно будет платить за унижение, за стыд, за позор, который пришел человеку пережить в момент вот этого конфликта. Потому что каждый, кто приравнивается, кто хочет нанести урон товарищу, автоматически приравнивается к тому, который хочет его опозорить. А кто возьмет деньги? Как считает тот человек? Он должен брату назначить деньги. Какие деньги? Которые ему за ушерб, не ушерб, а точнее, за позор. За ушерб, понятно, ты стоишь, ты с ним не кормишь. А то, что ты кого-то оскорбил, ты платишь, как ты сказал, платишь ушерб за смех. Да, 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 за позор, который человек переживает. А он обязательно должен взять. И получится потом высокомерие, пользоваться обстоятельством. Ну, оскорбил, оскорбил с собой от жизни. Не будет высокомерным, не будет, как говорится, гордецом. Все от Бога идет. Это то, что как он может себя успокаивать. Но тот, кто это сделал, обязан будет заплатить. Это я понял. Потому что ты нарушил оплатить, но человек, который возьмет это, не получится высокомерие. Не получится, потому что раз Бог дал добро, значит, у нас должно было случиться. Нет, но и Бог дал закон, что тебе должны это возместить. Бог хотел, да, это мы недавно, да, на наших историях, халахи. А, нет, это я задавал вопрос на шаббат. Я задавал вопрос на шаббат. Человек пришел к равину, начал жаловаться. Да, раз уж ты спросил, да. Сажал, у меня, говорит, просто тяжелейшие финансовые проблемы. Нет денег. Брэбе, помогите. Что-нибудь. Я просто, я не знаю, теряю работу, которая мне и так копейки. Дома шаром покати, жена в ужасе, дети голодают. Что мне делать? А у меня долгов куча. И Раф выслушал его так больно. Он говорит, я буду искренне молиться, чтобы Всевышний послал тебе скорейшую какую-то парносу. Он говорит, я не представляю, что должно произойти. Говорит, но если это произойдет, обещаю, говорит, 20 процентов, я дам вашу ешиву, я не знаю, да. И он буквально выходит, выходит, проходит несколько улочек, и вдруг стрышит хлопки, крики, выбегают какие-то люди. Он не понимает, что происходит. Бах, еще хлопок, еще хлопок. Он чувствует резкую боль в ногах, падает кровь, короче, просыпается в больнице. Был террористический налет, какой-то ненормальный с автоматом начал палить по людям. В него попали. В него попали, он лежит в больнице, страховка покрывает все, как бы, эти расходы. И тут приходят какие-то люди, говорят, здравствуйте, мы из фонда поддержки жертв террористических атак. Вы, говорит, получаете миллион шекелей. Это реальная история, миллион шекелей. Это как бы, это большие деньги. То есть, там, это с лихвой как бы вообще закрывало все его там проблемы. Ну, это там несколько сотен тысяч долларов. Да, это большие деньги. И он просто в невероятном восторге. Так у него была шейла. Должен ли я давать 20 процентов, да, которые я пообещал? Потому что я не имел в виду, что таким образом я заработаю деньги. Я как-то хотел все-таки, что, наверное, я как-то заработаю. Какой-то бизнес у меня появится или что-то. Да, но Всевышний, да, вот у него свои пути, он вот так вот ему устроил, да, такую быстрый как бы приход. Тем не менее, что, да, это Ашем сделал, ты получил, и за это ты получил деньги. А, нет, Ашем сказал, что если кто-то тебя оскорбил, кто закончил, кто закончил, он отдал, он мне отдал. Да, по закону он обязан, он обязан отдать. Обязан, обязан. Да. Тут уже зайдет разру про человека верующих. Правда, я хотел узнать. Почему? Потому что, да, он сказал, что любой способ, если любовь Всевышняя, не знаю, как это будет, любым способом Всевышний, видите, очень как бы изобретателен в этом отношении. Поэтому, если человек, если человек нанес другому, может быть, ущерб минимальный, но оскорбил его, он должен будет возместить, да, вот этот стыд. И причем тут высчитывается очень интересно, чем более важного человека ты ударил, и чем менее важный ты сам, тем больше выплата. Чем больше важный человек, принц ударил там крестьянина, для того, может, это даже почет, да, тут судьи, конечно, оценивают, то есть, если это одинаковые по статусу люди, а если ты уважаемый человек, взрослый, седая голова, и какой-то там пацан тебе зарядил пощечину при всех, тем больше стыд, да, если какой-то большой рэбе подошел тебе там, дал пощечину, ты себя плохо вел, может быть, даже это не так, и с маленькой, понимаете, тут надо высчитывать, что является стыдом, это тоже, будем учить это, как это все делается, но так или иначе, да, что если, что человек, когда он умышленно, там начинает толкать, бить кого-то, да, и хочет ему навредить, несмотря на это, он автоматически как будто хочет его и унизить, поэтому нет такого, что он, ну я же не хотел ему унизить, я просто хотел ему врезать, не-не-нет, это одно в другое включено, с быком не так, человек так, дальше, если бык накинулся на раба, имеется в виду нееврейский раб, прокраонейский раб, и выбил ему глаз, или выбил ему зуб, патур, да, то хозяин раба не обязан отпускать его на волю, с другой стороны, если сам хозяин в гневе случайно как-то выбит глаз, или выбит даже зуб, своему рабу, он обязан, хаяв, отпустить его на волю, как сказано в Торе, если выбит человек глаз своему рабу, или рабыне, то за этот глаз, за выбитый зуб, обязан отпустить их на свободу, да, и за зуб, который выбитый, тоже, понимаете, раньше как бы не было вставных протезов, человеку, если ты выбил зуб, это серьезная инвалидность, ему теперь тяжело жевать, да, то есть коляной зуб, это у нас только молочный, только один раз восстанавливается зуб, да, потом любой выбитый зуб, это все, человек без зубов, поэтому это считается увечив, за это ты сразу должен, от раба теряешь его, да, освобождаешь его на волю, то есть раб специально будет тебя дразнить, пока ты ему не выбишь, чтобы выйти на волю. Знаешь, будет какое-то объяснение, но раба, если сейчас зубу, если заслужил, ты правильно себя вел, или что-то не сделал. Нельзя, ты можешь как угодно его отчитать, да, но ты не имеешь права проявлять физическое такое, да, мы знаем, что, да, отношения. Это про раба идет, это еврейское. Да, не, это про нееврейское, про еврейское, так вообще не дай бог. Ну, я говорю, поэтому я сказал. Даже нееврейское. А обычного раба, если ты, не, поэтому рабы очень хотели быть, да, у евреев, потому что наше отношение было очень-очень, видишь, малейшее что-то, и обязан просто дать ему вольную, да, отпустить его. Конечно, еще одно отличие, то есть, да, если хозяин выбит зуб рабу, обязан его отпустить, но если твой бык выбит зуб рабу, тоже мог бы ты сказать, слушайте, ну это же твой бык хозяин, да, получается, из-за тебя я должен выйти на свободу, нет, нет, нет. То есть хозяин не несет ответственность за какие-то вещи, которые делает бык, за там стыд, за выбитый, кроме как непосредственный урон, который он наносит. специально, раз, ну, материал, и на тебя налетел, и все уже без рабов остались бы. Ну, еще одно отличие, если твой бык, не дай бог, нанес увечья твоему отцу или твоей матери, ты обязан заплатить нанесенный ущерб, но если ты нанес увечья своему отцу или матери, ты свободен, ничего выплачивать не надо. Кто объяснит этот закон? Ну, потому что, кто объяснит этот закон? До крови разбил лицо отцу, если это был твой бык, плати, если ты не должен платить. потому что... очень хорошо, но это правильно говорит. Да дело в том, что очень просто. Есть такой закон, что если человек за какое-то действие подлежит более строгому наказанию, то менее строгое наказание как бы не берется в расчет. поэтому когда бык нанес ущерб отцу или матери, ты платишь нанесенный ущерб, но если ты сам, не дай бог, ударил отца или мать до крови, то за такое смертная казнь, и поэтому то, что ты должен 100 долларов заплатить за лечение этой раны, это как бы просто несущественно. Тебя за это смерть, тебя просто казнят за это. И поэтому в этой ситуации получится, что если ты это сделал, от выплаты ты свободен. Миша просто не говорит, но ты подлежишь смерти. А если это сделал бык, то ты должен будешь заплатить сам ущерб. А это слово написано именно конкретно? Да, макеоп, да. Причем кровь не внешняя, даже внутренняя. То есть синяк, внутреннее кровоизлияние. Я столько читал, не слышал внешние... Будь очень аккуратен, даже когда вот просто давишь там руку или хватаешь, ты можешь случайно надавить до внутреннего кровоизлияния синяк. Все, это хамур, это мавит, это смерть. Не имею в виду, когда руку пожимаешь? Ну руку еще можно. Ну просто вот где-нибудь здесь взял крепко. Взял просто, помогаешь отцу. А вдруг остается... А отцу сейчас помогал. Это целое, это научить законы Кимуда ВМ. Если отец просит сделать укол, можно сделать отцу укол? Да, делал. Надо сделать все возможное, чтобы найти кого-то, да? То есть вообще до крови надо быть, если никого нету, конечно, или ты лучший специалист в этом, это исключение. Но раны делать родителям, даже как бы надо быть в этом отношении, то есть малейшее, да? Что-то родителю, это очень строгий запрет. Теперь дальше. Если твой бык прогуливался, если твой бык прогуливался, перевернул там, не знаю, уже ровню с углями, протащил за собой, спалил деревню, хаяф, да, ты будешь за это отвечать. И причем это был бык спокойный, да, ну вот так он просто шел, зацепил. Платить ты будешь половину, половину деревни тебе придется отстраивать. Потому что это как бы странная ситуация. Обычно как бы бык не поджигает, не переносит на себе огонь. Видимо, бедно он зацепился, испугался, не знаю, бегал от него, и все там поджег. Но если ты сам пойдешь и подожжешь гумно, и спалишь деревню в шаббат, ты свободен от выплаты. Почему? Бык в шаббат поджег за тебя, ты платишь. Ты в шаббат поджег, ты свободен от выплаты. Почему? Хорошо, конечно, конечно, смертная казнь. Потому что за такой поступок человек, если сам что-то нарочно поджигает шаббат, это Моавир, одна из 39 работ, он подлежит смертной казни. Шахаяф метархину шаббат за нарушение субботы. И объясняется в Талмуде. Шафилу аса, кенбе шугек, даже если ты сделал это случайно, несмотря на то, что за случайность шаббат, не знаю, забыл, что шаббат, или ты забыл, или не знал, что это нельзя делать, то шугек, человек сделает это случайно. Хоть ты не будешь за такое приговорен к смерти, за шугек человек приносит просто грехочистительную жертву, хатат. Так как, если бы ты сделал это специально, с предупреждением, ты подлежал бы смертной казни, то в этой ситуации у тебя нету выплаты. Хоть ты сделал это и случайно. А, кстати, вот здесь очень близко к тому, что говорил, да, Дима сейчас, что, да, какие-то вещи, вообще все наказания в Торе, они призваны не наказать человека, не отомстить ему за садейное, а дать ему возможность искупить садейное. Поэтому в тех ситуациях, когда штрафом садейное просто невозможно искупить, мы его не штрафуем, а смысл. Смысл. И это плохой знак, да, это значит, что все, это ты мог бы легко откупиться там каким-то имуществом, да, а так все, извини, имущества уже не хватает, просто физически это невозможно закрыть, да, деньгами. И значит, придется рассчитываться как-то по-другому уже с тебя снимут, да, с небес. Поэтому даже если человек случайно нарушил субботу, он будет свободен от выплаты, в отличие от, если его бык, хотя бык тоже твой не имеет права совершать работу в шаббат, но ты не можешь отвечать за действия быка, он сам решил, не знаю, пробежаться с углями по деревне. И если это произошло, то, конечно, в этой ситуации, да, это не называется, что ты нарушил шаббат, это называется, что твой бык, ты за ним не уследил, поэтому будешь платить, как мы сказали, половину от нанесенного им ущерба. мы это учим из сказанного второго книжного икра, и ударивший скотину заплатит за нее, и ударивший человека умрет. точно так же, как в ссадине, которую нанесло животное, мы не различаем между случайным и специальным, намеревалось оно это сделать или не намеревалось, и чтобы освободить человека от выплаты или обязать его выплате. Точно так же, говорят мудрицы, если человек нанес какой-то урон, мы не будем различать, сделан он это специально или сделан он это случайно. И поэтому, если за специальное он в данном ситуации был бы от выплаты освобожден, потому что он подлежал бы смертной казни, то даже за случайное он будет от выплаты тоже освобожден. И поэтому заключает если твой бык поджег гумно в субботу, несмотря на то, что для быка там нет разницы у него суббота или воскресенье, он не считает, как бы, да. Точно так же, который, да, подожжет что-то в шаббат, так же, как мы с быком не различаем, бык знал, что шаббат или не шаббат, он должен платить. То же самое, да, человек сделал это специально, зная, что это шаббат, или он не знал, что это шаббат и сделал это случайно, все равно не должен будет платить. То есть закон одинаковый, да, не будем различать. Вот такие вот интересные различия между ущербом, который наносится имуществом человека и ущербом, который наносится непосредственно им самим. Шкорх, друзья, мы с вами завершили мишну, скажем, лейлу нишмат, сегодняшняя мишна была возвышение души Геннадий Бен-Хершхайм, Йосеф Хазанин Бет-Садок, Олег Мет-Шалом, Шбатай Бен-Ровен Улам Мин-Хана, Менаха Мошу Бен-Автали Херц, Карабека Батакима Алуда Мин-Наом, Эбрама Бен-Юсеф Алуда Мин-Тамара, Абим Оли Рафаэр Бен-Юсеф Алуда Мин-Тамара, Акива Бен-Арон, Анулан Мин-Ребекан, Бен-Юсеф Алуда Мин-Мили, Мяков Бен-Аким Алуда Мин-Наом, Абим Оли Рафаэр Бен-Юсеф Алуда Мин-Тамара, Абим Оли Рафаэр Бен-Юсеф Алуда Мин-Хана, Шбатай Сарахай Батмен Алуда Мин-Цефал, Шбатай Тима Батгит, Абим Оли Рафаэр Бен-Нахаэль, Татьяна Хая Батмая, Алик Дэвид Бен-Айзек, Анулан Мин-Броха, Менухатам Беганеден, До завтра, друзья, Всем хорошего дня и шаркла. Хорошего дня, спасибо.